В магазине две кушатницы выбирают москитную сетку. Одна говорит, порвут. Другая говорит, нет, не порвут. Первая говорит, я тебе говорю, порвут. Продавщица подходит и спрашивает, а что там у вас комары такие? Подписываемся и слушаем дальше. Когда Вовочка заболел, мать заставила его дышать под одеялом над картофелем. Через пять минут Вовочку попросил котлету и вилку. Дед Петруха гуляет по парку. Друг внутренний голос говорит, разгреби листья под этой скамейкой. Дед Петрух разгребает и находит кошелек. И возвращается домой через мост. Внутренний голос говорит, брось кошелек в воду. Дед Петруху бросает и думает, а в чем смысл? Внутренний голос говорит, круто булькнуло, да? Мужик пришел к ясновидящей и говорит, моя жена ушла месяц назад к другому. Вы можете сделать, чтобы она бросила этого паразита. Ясновидящая говорит, а который из шести? Лайфхак для холостяков. Вы можете существенно сэкономить на наволочке, простыне и одеяле, если будете спать внутри ботодеяльника. Бывший жанглёр чуть не довёз своих собутыльников до инфаркта. Да ты успокаивайся, я тебе говорю. Двадцатитонная плита упала с единственного этажа на расстоянии полметра от седого мальчика. Мадонна сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы поговорим о том, что записано у тебя в телефоне. Дед Петруха четвёртый день моется. Дед Петруха говорит Вовочке, я научил цыплёнку говорить. Вовочка говорит, а ну покажь. Дед Петруха говорит, а ну-ка цыплёнок расскажи нам в отношении диаметра окружности его периметра. Цыплёнок говорит, пи. Ещё раз скажи, что говорит ребёнок маленький, когда хочет в туалет. Цыплёнок говорит, пи-пи. Вовочка говорит, это ерунда. Дед Петруха говорит, он старается. Цыплёнок говорит, я стараюсь. Подписываемся, кликаем на колокольчик. КОНЕЦ Продолжение следует...